Решим задание номер 17, а по старому С3 из единого государственного экзамена, помните, мы решите неравенство. Квадрат логарифма от 4 плюс 3х минус х квадрат по основанию 2 плюс 7 логарифмов от 4 плюс 3х минус х квадрат по основанию 0,5 плюс 10 больше 0. Перепишем данное выражение следующим образом. Во-первых, вот этот квадрат у первого логарифма относится ко всему логарифму. Поэтому мне для наглядности удобно записать следующим образом. То есть в скобках запишем логарифм и возведем его в квадрат. Логарифм по основанию 2 от 4 плюс 3х минус х квадрат и весь этот логарифм в квадрате. Плюс, да, вот здесь вот кое-что нужно сказать по поводу основания 0,5. Что это такое? 0,5 это все равно, что 1 вторая. А 1 вторую, поскольку это все равно, что единица разделить на 2 в первой степени, можно записать как 2 минус первой степени. То есть если вот эту двойку поднять вверх, то получится 2 минус первой степени. А теперь вот эту минус единицу, степень у основания, можно вынести в знаменатель перед логарифмом. То есть вот здесь все равно, что 2 минус первой, выносим минус единицу в знаменатель перед логарифмом. Получается 7 разделить на минус 1. То есть получается минус 7 логарифмов, но уже по основанию 2. Таким образом так и запишем. То есть минус 7 логарифмов, но уже по основанию 2. От 4 плюс 3х минус х квадрат плюс 10. Больше не да. Ну и теперь можно сделать замену. Делаем замену. То есть весь этот логарифм заменяем на t. Тогда у нас получается логарифм по основанию 2. 4 плюс 3х минус х квадрат равно t. Подставляем. Получается тогда t в квадрате. То есть вот это все это t. Получается t в квадрате. Первое слагаемое равное. Получаем t в квадрате минус 7t плюс 10 больше 0. Находим корни данного неравенства. Сначала находим корни уравнения и решаем неравенство. Корни можно найти через дискриминант, но легче потеряем вието. То есть 2 и 5. 2 умножить на 5 будет 10. 2 плюс 5 как раз коэффициент при первой степени переменной t с противоположным знаком получается. То есть получается 7. Это значит корни 2 и 5. Это у нас парабола. Сразу покажем. Покажем на числовой оси. То есть у нас корни 2 и 5. 2 и 5. Корни не включены. 2 и 5 числа не включаются в решение. Почему? Потому что у нас неравенство строгое. Это у нас парабола ветви вверх. Изобразим схематически параболу. Тогда то, что больше 0 по краям будет, а между 2 и 5 у нас получается отрицательное значение принимает парабола. А это значит, что нас устраивают края. То есть получается решением является промежуток от минус бесконечности до 2 и от 5 до плюс бесконечности. Данный промежуток удобно записать в виде неравенства. Почему? Потому что нам нужно будет делать обратную замену. То есть возвращаться. Тогда решение можно записать следующим образом. В виде неравенства. То есть получается t меньше 2 нас устраивает. Или t больше 5. Далее возвращаемся. Подставляем вместо t то, чему эта переменная равна. То есть логарифм. Получаем логарифм по основанию 2. 4 плюс 3х минус х квадрат меньше 2. Сразу решим. То есть решим первое неравенство. Подставляем вместо t логарифм и решаем первое неравенство. То есть решим первое неравенство. При решении первого неравенства надо обязательно записать условия существования логарифма. То есть это значит нужно потребовать, чтобы выражение под знаком логарифма было строго больше 0. Поэтому допишем, что 4 плюс 3х минус х квадрат должно быть больше 0. И решим вот эту первую систему. Тогда получаем. Как решить проще всего? Проще всего в правой части эту двойку домножить на логарифм 2 по основанию 2. Так будет проще. Вот предположим, я сейчас допишу, домножу. Так, сейчас я это уберу. Вот эту запятую мы убираем. А эту двойку я домножу, домножаю двойку на... Сейчас будет понятно, для чего я это делаю. На логарифм 2 по основанию 2. 2 по основанию 2. Для чего я это делаю? Логарифм 2 по основанию 2 равен 1. Поэтому если я данную двойку домножу на единицу, от этого ничего не изменится. Но зато теперь можно вот эту двойку убрать в степень данного логарифма. И мы получим неравенство для двух логарифмов по одному и тому же основанию. Так и запишем. Тогда у нас получается, система будет иметь вид логарифм по основанию 2 от 4 плюс 3х минус х квадрат меньше логарифма по основанию 2 от 2 в квадрате. То есть вот эту двойку в степень убираем. Получается 2 в квадрате это 4. То есть действительно получилось, что вот этот логарифм это как раз то, что было раньше. То есть он равен 2. Таким образом все правильно. Все мы сделали правильно. Далее. Нижнее неравенство умножим на минус единицу. То получается х квадрат минус 3х минус 4, но уже меньше нуля. При умножении на отрицательное число знак неравенства меняется на противоположное. Получается вот такая система. Далее. По стольку, поскольку у нас основание больше единицы у логарифма, то есть равно 2. Это значит функция логарифмическая возрастает. А это значит знак неравенства для функции сохраняется, остается таким же знаком неравенства для аргументов. То есть мы логарифмы просто-напросто можем опустить. И знак неравенства для вот этих подлогарифмических выражений оставить. Таким образом у нас получается следующая система. Первое неравенство у нас будет иметь вид 4 плюс 3х. Минус 4 плюс 3х минус х квадрат меньше 4. И второе пока перепишем. Хотя можно сразу было его решить, но пока перепишем. Минус 3х минус 4 меньше нуля. Далее. Переносим. Нам проще всего перенести левую часть вправо. Тогда у нас получится. Х квадрат уже будет с плюсом. Я его записываю. Х квадрат с плюсом. Далее. Минус 3х. Далее. 4 до минус 4. То есть вправо была четверка. Да еще вот эту четверку мы вправо перенесем со знаком минус. Получается 4 минус 4 будет 0. Получается больше нуля. Почему больше? Потому что все, что мы перенесли в правую часть. Вот эта правая часть будет больше, чем 0, который остался в левую часть. То есть получается правая часть больше нуля. И далее. Х квадрат минус 3х минус 4 меньше нуля. Решаем оба эти неравенства. Как их решить? Первое неравенство. Разложим на множители левую часть. И решим методом интервалов. У нас получается х умножить на х минус 3 больше нуля. Второе тоже можно разложить на множители. Решить методом интервала. А можно по параболе. Вот например сразу же находим корни для второго нашего неравенства. То есть вот для этого. Легче всего потеряем вето. Кто не может через дискриминант. Тогда корни у нас получаются минус 1 и 4. Минус 1 и 4. Это значит это будет х минус х первое. То есть будет плюс 1. И минус 1 и 4. Значит будет х минус 4. х минус х первое умножить на х минус х второе. И это все должно быть меньше нуля. Далее. Тогда у нас получается пересечение двух промежутков. То есть для первого неравенства у нас получается методом интервалов решаем. У нас получаются корни 0 и 3. То есть приравниваем каждый из со множителей к нулю. Получается 0 и х минус 3 к нулю приравниваем будет 3. То есть получается 0 и 3. Покажем эти точки. Это будет у нас 0. Это будет у нас 3. И решаем методом интервала. У нас х на первом месте значит будет плюс. Ну кто не помнит значит можно просто точку взять подставить например из каждого интервала. А дальше знаки чередуются. То есть получается плюс минус плюс. Нам нужно выбрать то что больше. То есть берем края. Далее решаем второе неравенство. Здесь у нас будут корни минус 1 и 4. То есть получается тоже точки выколоты. Минус 1 и 4. Так вот что у нас получается. И у нас получается плюс, минус, плюс. И нам нужно выбрать меньше нуля. То есть там где минус. Вот что у нас получается. Находим пересечение. То есть пересечение у нас будет с вами от минус 1 до 0 и от 3 до 4. То есть решение первой системы запишем в виде объединения промежутков. То есть у нас получается x принадлежит промежутку от минус 1 до 0 и объединяя с промежутком от 3 до 4. Первую систему решили. Теперь нужно решить вторую систему. Которая получается из вот этого нашего второго неравенства. И объединить решение этих двух систем. Так решаем вторую систему. Что представляет собой вторая система? Значит вторая система у нас будет иметь следующий вид. У нас тогда получается t больше 5. То есть получается логарифм по основанию 2 от 4 плюс 3x минус x квадрат больше 5. То есть мы решаем вот это теперь наше второе неравенство. Вот это. Далее. И под логарифмическое выражение 4 плюс 3x минус x квадрат должно быть больше 0. Точно так же проще всего для того, чтобы представить правую часть в виде логарифма по основанию 2. То есть домножаем, можно устно это сделать, то есть домножаем на логарифм 2 по основанию 2 и число 5 убираем в степень числа 2. Тогда у нас получается логарифм по основанию 2 от 2 в 5. 2 в 5 это 32. То есть получается пятерку можно заменить как логарифм по основанию 2 от числа 32. Сразу так и запишем. То есть число 5 путем вот этих наших размышлений можно записать как, левую часть переписываем, 4 плюс 3x минус x квадрат, а число 5 мы можем представить как логарифм по основанию 2 от 2 в 5. То есть это получается от 32. Далее и во втором, во втором, во втором, второе пока перепишем, да второе пока перепишем, или сразу можно уже было, сразу уже можно было записать, так пока, да пока давайте перепишем, 4 плюс 3x минус x квадрат больше 0, пока перепишем. Далее, что тогда будет у нас с первым неравенством? Основание у логарифма 2 больше единицы, функция возрастает. Значит большему значению функции соответствует большее значение аргумента и наоборот. Большему значению аргумента соответствует большее значение функции. А значит мы можем логарифм по основанию 2 опустить и неравенство для аргументов оставим. То есть получается тогда у нас, что 4 плюс 3x минус x квадрат. Больше 32. И 4 плюс 3x минус x квадрат больше 0. И вот здесь нужно заметить, чтобы дальше упростить решение системы, нужно заметить, что если первое неравенство выполняется, то второе тем более выполняется. Почему? Потому что если левая часть, а у нас левые части этих двух неравенств это одно и то же, а это значит если левая часть больше 32, то 32 больше 0. То есть получается уже из первого следует, что левая часть больше 0, так как она больше 32. Таким образом из данных двух неравенств можно оставить только одно, потому что если оно выполняется, то автоматически выполняется второе. То есть получается мы оставляем из данных двух неравенств только одно верхнее, потому что если левая часть больше 32, то она тем более больше 0. То есть получается, что мы оставляем верхнее неравенство и тогда записываем, что система у нас эквивалентна только одному верхнему неравенству. 4 плюс 3x минус x квадрат больше 32. Теперь можно по-разному сделать. Можно перенести левую часть вправо, привести подобные слагаемые, тогда будет правая часть меньше нуля. Или если кому-то не нравится это, то можно перенести 32 влево со знаком минус, привести подобные слагаемые и умножить обе части неравенства на минус единицу. Ну чтобы в привычном виде иметь квадратный трехчлен, который в левой части у нас будет. То есть тогда у нас получается x квадрат, мне например намного проще перенести вправо, хотя и так и так просто, но тем не менее так удобнее. Удобнее вправо сразу переносим. То есть получается x квадрат пойдет с плюсом, минус 3x, далее минус 4, да еще плюс 32 остается. Плюс 32, и все это должно быть уже меньше нуля. Почему меньше? Потому что мы все перенесли вправо, значит правая часть будет меньше нуля, который остался в левой части. То есть получается меньше нуля. Откуда получаем x квадрат минус 3x плюс 28? Минус 3x плюс 28 меньше нуля. Плюс 28 меньше нуля. Заметим, что дискриминант данного квадратного трехчлена, вот если мы сейчас приравняем к нулю и попытаемся найти корни, то дискриминант у нас будет отрицательный. Почему? Покажем это тоже. Покажем, что дискриминант отрицательный. То есть дискриминант у нас будет равен b квадрат, то есть получается минус 3 в квадрате, b квадрат минус 4c, минус 4 умножить на единицу умножить на 28. На 28. Получается у нас 3х3 9, да, 9 минус 112. То есть понятно, что будет меньше нуля. Меньше нуля. Ну, хотите, давайте посчитаем. Получается равно минус 103. То есть меньше нуля. А что это значит? Это значит, что корней нет. Почему корней нет? Потому что если дискриминант меньше нуля, а это парабола у нас, ветви у нее вверх направлены, то есть получается такая, если схематически показать, получается такая картинка. Парабола находится в верхней полуплоскости, корней нет, точек пересечения с осью x у нее нет. А от нас требуется найти все значения, при которых парабола меньше нуля. То есть будут ли точки параболы меньше нуля, то есть в нижней полуплоскости. В нижней полуплоскости точек не будет. Значит данная парабола корней не имеет. То есть данное неравенство корней не имеет. То есть запишем пустое множество. Пустое множество. Ну и теперь нам остается записать ответ. То есть ответом является как раз решение первой системы. Вот оно у нас. Таким образом запишем ответ. 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 x принадлежит промежутку. И сразу запишем промежуток готовый. От минус одного до нуля, объединяя с промежутком от трех до четырех. Задача решена. Задача решена. Задача решена. Задача решена. Задача решена. Продолжение следует...